Рекламно-информационная программа. Группный план. 13 часов и 5 минут в нашем городе. Добрый день. У микрофона Владимир Сметанин. Все мы знаем прекрасно, что в последнее время множество всевозможных заседаний, совещаний на разных уровнях проходит. Умные люди думают и решают, как же нам быть и жить. Дальше я хочу представить гостя нашей студии, Владимира Маматова, пресс-секретаря компании Ивятич. Владимир, привет. Да, привет. И хочу сразу тебя спросить, ты вообще видишь толк от этих совещаний и заседаний? Я, честно говоря, испугался, потому что решил, что ты меня хочешь представить как человека, который проводит совещания. Организует, да? Это ужасно. Вот буквально с одного совещания на другое. Нет, понимаешь, буквально полчаса назад мы разговаривали на похожие темы, на самом деле, с одним человеком. Мы разговаривали о том, что количество идиотизма вокруг такое, что если обращать внимание на все, никаких нервов к чертой матери не хватит. Как у Виктора Робертовича, да? Но если верить глазам и ушам, больше... Да, да, да. В несколько раз, в тысячу раз. То есть Виктор Робертович, это, как я понимаю, группа кино. Да, да, да. Виктор Ций, как говорили, один комсомольский лидер на заре моей юности, да. Вот согласен с тобой. То есть никакого толка, никакого смысла в этих совещаниях, заседаниях обычно нет. В том числе нет даже на предприятиях. Но это отдельная тема, как о ней поговорим, да. Чем меньше совещаний, им меньше согласований, тем работа идет лучше, на самом деле. Ну, хотя без совещаний и согласований полностью обойтись невозможно. Ну, то есть могу я продолжить, да, эту мысль, что перекосы, перегибы, они какие-то вот пошли. Слушай, вот ты упорно хочешь превратить меня в какого-то спикера, знаешь, такого народного. Да, я преследую параллельно эту цель. Глашатый истин вековых. Нет, 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 только не вековых. Я скромный пресс-секретарь завода Вяч. Не больше всего. Просто меня накануне в том числе удивила картинка, выложенная в популярной социальной сети. Люди пытаются пройти на работу на свой завод любимый и родной. А там скопилась огромная очередь, потому что на входе измеряют у каждого температуру. У нас тоже измеряют. И поэтому очередь. Тоже измеряют, да. Но у вас-то очередей нет? Нет, я не... Ну, видишь, я не попадаю в смену, я позже приходу. У вас разрулены, я думаю, потоки, да? Кто-то приходит к одному времени, кто-то к другому и так далее. Но, ну, как бы, я не буду критиковать меры по защите от коронавируса, которые введены на заводе, потому что все в масках, все в перчатках, измеряется температура на входе, допуск в столовую запрещен. Ну, вот, несмотря на всю мою иронию и скептицизм по отношению ко всему, на самом деле, происходящему, тем не менее, я считаю, что это здраво. То есть пусть это будет. По крайней мере, ну, по крайней мере, люди чувствуют себя спокойнее. Они чувствуют, что для их защиты, для их безопасности принимаются и принимаются меры. Ну, вот, это правильно. Я напоминаю, что мы с Владимиром еженедельно обсуждаем, да, инициативы, связанные с нашим заводом «Вятич», то, что происходит. И вот новости накопились за последнюю неделю. Я был, честно говоря, удивлен, что «Вятич» в том числе еще и антисептик начал потаром разливать. Где вы взяли антисептик? Антисептик, это, если я правильно помню, из Кирова-Чепецка кто-то из ребят. Я не помню, как зовут эту даму, которая там фирма, если я правильно помню, название «Переспектива». То есть химическое производство в Чепецке. Ну, они производят. То ли они, я не интересовался, они то ли его продают опытом, да, то ли они как-то его дистрибьюторы, я не в курсе. Ну, объемы значительные у них. То есть они привезли на завод, грубо говоря, там несколько канистров, там две, не знаю, сколько кани. Потому что это хлорамин-Б, который разводится. То есть это нечистый. Это концентрат, в общем. Да. Концентрат, который надо разводить. Концентрат надо разводить, совершенно правильно. Вятич, как только, на Вятич робко спросили, а не могли бы они помочь старой. На что Вятич сказал, ребята, а почему помочь старой? Давайте мы нормально вам все это разольем и упакуем. То есть два Андрея... С пауза, старой. Совершенно правильно. То есть не старой человека. Да, да. Нет, нет, нас изначально... С упаковкой, в общем, помогите. Нас изначально просили помочь старой. Мы бесплатно выкатили эти 20 тысяч бутылок, бесплатно их разлили. Два Андрея, спасибо им тоже большое, ребята. Они напечатали также бесплатные этикетки. Короче говоря, родные кировчане получили 20 тысяч упаковок бесплатного антисептика. Я был в метро как-то тут на днях и был в когнитивном шоке. Почему? Потому что стоимость фунфырика вот этого 100 миллилитров антисептика на полочке... Для рук? Да, 100 рублей. 100 рублей, да. Вот, то есть, кому война, а кому мать родная, это раз. То есть, ну, ребят, как-то вот наглость-то надо притормозить, наверное, жадность-то свою. Объем-то какой у упаковки? Там полулитровка. Полулитровка. Да, полулитровка. Ну, как нам сообщили, это волонтеры будут разносить, развозить. Но это больше всего в этом нуждаются жители области. Потому что у них как раз в области с антисептиком полная засада. То есть, ну, приятно... Честно говоря, просто приятно, что сделали. Вот и все. Ну, Ветич, там может каким-то образом наметить цель конечного потребителя, я имею в виду. Вот вы можете пожелать, куда именно отправить? Нет. Или прям вы отдаете это на усмотрение тех людей, которые будут распространять? Ребята предложили, они объяснили очень просто. У нас есть концентрат, у нас есть волонтеры, которые могут распространять. То есть, есть адреса, есть какие-то маршруты, есть дорожная карта всего этого. Мы сделали продукт. То есть, собственно, то, для чего и предназначен завод. Завод предназначен для того, чтобы делать продукты. Вот дистрибьюция этих продуктов, это отдельная песня большая. Но в первую очередь, все, что мы должны и хотим, и должны, и умеем, и будем делать, это продукты. Вот мы сделали антисептик. Это разовая акция? Вы еще не задумывались о том, продолжится ли она? Если будет народу. Если будет запрос, да? Если будет народу, надо, конечно, мы сделаем. Не вопрос. То есть, там, ну, я помню калькуляцию, не буду ее озвучивать. Мы какие-то деньги, конечно, потеряли на этом. Ну, в смысле, ну, это не те деньги, из-за которых надо там горевать сильно очень, да? То есть, в масштабе завода тем более. Но это просто, ну, как тебе сказать, человеческий жест. Ну, 20 тысяч литров, то есть это... 20 тысяч бутылок. А, 20 тысяч бутылок. Не 20 тысяч. Вот я хотел на два умножить, просто если это 20 тысяч литров, то 40 тысяч бутылок получается. Это опечатка. Интересно. С инфекционной больницей? Ну, с инфекционной, вот, одно из тех событий, которые, честно говоря, меня радуют кардинально. Почему? Потому что, во-первых, это Наталья Ивановна Курагина, которая у нас финансовый директор, которая, значит, супруга Николая Виталища, которая мама Ильи Николаевича, соответственно. Я ее с этой стороны не знал. Вдруг она внезапно предложила кормить, то есть по собственному порыву, абсолютно, вот она пришла, она решила, она это озвучила, она это предложила, кормить врачей инфекционной больницы. То есть самостоятельно готовить, что ли, для них опеды? А зачем мне их самостоятельно готовить, если у вяча пивные заведения вот эти? Вот я к этому и предложил. Нет, ну и нет, естественно. То есть так, как они сейчас закрыты, не работают тем более. Какие проблемы? Пусть люди выходят и делают. Ну, в смысле, кухня-то работает на доставку, на вынос, да? На доставку, естественно. Нельзя там, чтобы люди сидели. И я буквально об этом узнал в пятницу, что мы собираемся это делать. В понедельник уже первые 56 обедов поехали в инфекционку. То есть мне должны сегодня фотографии, я попробую разместить это в СМИ, посмотрим, как это будет. Ну, мне вот такие новости от Вяча мне просто нравятся. Вот реально нравятся. То есть мне не только не стыдно и не жалко, и как-то не... И лукавить не надо, да? Действительно, Наталья Ивановна решила это делать, а по ее, как бы, предложению сделали эти 56... Причем мне сегодня показывали меню этих обедов. Сейчас, подожди. Так, ну, я так полагаю, учитывая специфику работы врачей, то есть их энергозатраты, это должен быть комплексный обед. Насколько я знаю, врачи, уходя на 10 дней, там же изоляция 10 дней, да? И работая в этих прочих чумных костюмах, да? Ну, 2 недели, верно. Да. Вот. С питанием у них как-то было не очень, по-моему. Вообще не очень. То есть люди на этот срок брали еду с собой. Или им что-то привозили в качестве сухопайка. Ну, то есть как бы это вот... Ну, мы, конечно, тут не знаем всех подробностей. Возможно, наш Минздрав как-то и предусмотрел это, но... Ну, вот получилось то, что получилось, в общем. Может, я некоторое время буду кашлять без коронавируса, так, скрывая свое непонимание этого? Что там Минздрав делал, не делал, как он живет, с чем он дружит, не дружит. Ну, в общем, факт остается фактом. Людям надо кушать. Вот мне скинули меню. Какая прелесть. Салат зимний 150 грамм, борщ со сметаной 270 грамм, люля из курицы 80 грамм, рогу овощное 150 грамм, соус горчичный 30 грамм, пирожок с капустой 40 грамм и 40 грамм хлеба. То есть полноценный, хороший, горячий, вкусный, сытный обед. Ну да, нормально любой человек может представить, как это выглядит. А почему именно 56? Это такой запрос поступило? Это количество врачей-то? А, это количество медработников, количество персонала, который сейчас там находится. Вот эти ребята получаются, они будут получать до тех пор, пока им это надо. То есть мне сегодня озвучили цифру, на самом деле я думал, что дешевле, но обед стоит 200 рублей. 200 рублей 50. 56 обедов каждый день, каждый день, каждый день. 120. Почему 1120? 50. А, господи. 1,200. Нолик прибавляем еще. 1,200. 1,200 каждый день и до упора. То есть до тех пор, пока будет необходимость. Но про воду, уже говорили про воду, мы завозим туда инфекционку, тонну воды, каждую неделю, уже третья, по-моему, пошла. То есть питьевая вода у врачей есть, питание у них есть. Спасибо, родной завод, что ты этим занялся, честно тебе скажу. Мне нравится. То есть, ну вот, чисто по-человечески, просто чисто по-человечески, уже не глядя ни на пиар, ни на то, что я там пресс-секретарь, мне просто нравится. Ну, это хороший человеческий жест, показывающий, ну, показывающий человека, что есть что-то святое в душе, есть какие-то вещи, которые кроме денег. Ну, я считаю, что это прекрасно. Что благодарность-то какая-то от медиков идет, я не знаю, в личных сообщениях где-то. Врачи, естественно, благодарят, там фотографии будут, еще что-то. Ну, это как бы просто, ну, на самом деле задача, одна из задач вот таких сообщений, почему я, собственно, об этом говорю, потому что мне кажется, что и остальные бизнесмены, кто может помогать, да, кто может как-то жертвовать на эту борьбу с коронавирусом. Они должны это делать, потому что, ну, не дай бог, ситуация ухудшится, неважно в каком ключе, там, в экономическом она ухудшится или ухудшится в эпидемиологическом, плевать на самом деле. Но если мы сейчас будем придерживаться политики вот этого разобщения, каждый свои норки и так далее, и так далее, ничего путного не выйдет. То есть, как бы, ну, поэтому вот премьер Вяча мне нравится. Ну, вот и изнутри нравится как сотруднику предприятия, и снаружи как журналисту. Я предполагаю, что это не последняя идея, не последняя инициатива, исходящая от компании по поддержке медицинского персонала. Ну, мне хотелось бы, да, в это верить, что, возможно, еще, Вячеславович, откликнется на какие-то призывы. Надо здраво смотреть на вещи, вспомним о Маргарине, не ассоциируясь с Маргариновым кабинетом здраво. Вот здраво смотреть надо на вещи, то есть понимать, что вот возможности, вот вещи, которые можем делать. Развозить врачам обеды, конечно, можем. Сто процентов. Делать антисептик, конечно, можем. Делаем. Развозить можем? Воду. Развозим. Вот то, что мы можем, мы можем делать. И вот по логике вещей надо просто смотреть, кто чем может участвовать. Вот так идет. Ты представляешь, если совпадет окончание всей этой суматохи коронавирусной с вашим профессиональным праздником, да? А, с днем пивоварка? Да, это ж какой можно будет праздник закатить? Ну, это так уже идеи накидываю просто. Ну, это фантазия, потому что я не представляю себе, ну что, мы пойдем как клоуны с плакатами, мы участвовали в обеде над коронавирусом, ну это ерунда. Нет, просто вы разрешите медикам, если они вам захотят выразить благодарность, пройтись вместе с вами за нелегкие недели прожитые вместе. Вот это, кстати, это мысль. Потому что, ну, мы по идее медиков можем пригласить. Если не ошибаюсь, день медицинского работника, он там тоже где-то в июне. Надо посмотреть, как они там, по-моему, рядышком. Ну, это интересно. Да, да. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Ветич». Мы продолжаем нашу беседу, как и в предыдущей нашей встрече. Хотелось бы услышать от Владимира оценку текущей экономической ситуации. Ну, пресс-секретарь, он отвечает за все. Он и про поставки еды и питья в инфекционную больницу, и делает какие-то прогнозы, оценки. Ситуация, так скажем, ну, нерадужная. Я, безусловно, не погружен во все это. У тебя больше источников, откуда ты получаешь всевозможные отзывы и так далее. Я только отдаленно-отдаленно представляю, что, да, действительно, бизнесу сейчас, если сказать очень плохо, это, наверное, ничего не сказать. Рушатся судьбы, рушатся предприятия. Я бы, ты знаешь, это... Что делать дальше, не знаю. Это, по моим ощущениям, бледные зорницы. Так. То есть это сейчас неплохо, да? То есть, как говорила покойная Раневская, да, в фронте в прошлом году я вам говорила, что моя жизнь дерьмо. Так это был марципанчик, понимаешь? Вот то же самое здесь. Это еще цветочки. Нет, то, что мы сейчас видим, вот живые примеры, когда... Ну, такси — это отдельная песня, потому что работы нет, все очень плохо, да. Вот. Мне рассказывали позавчера, буквально или вчера, что люди приходят наниматься мойщиками машин. И он моет машину и говорит, ну да, потому что я был продавцом в Спортландии. И все, нас всех отправили в неоплачиваемый отпуск, а у меня ипотека, у меня накормить семью. И он за 800 или 900 рублей там моет эту машину, да, все. В общем, смена у него 800, 900, а отнюдь не час. Я предполагаю, что такие истории чисто человеческие, да, их много сейчас. Сейчас много, весь мелкий бизнес. Но дело же в том, что у тебя взаимосвязано все. То есть нет как-то отдельного кусочка, который вот у тебя прогибается, да, проваливается. А остальное все работает по цепочке. То есть вся экономика нагибается таким способом. То есть не знаю, как дело пойдет по крупняку, посмотрим, по времени посмотрим, да. Но мы увидим там вариант корректировки цен по нефти раз. То есть их падение, по-русски говоря. Увидим эффект падения, естественно, рубля. Ну, все это мы увидим в самое ближайшее время в полном цвете, конечно же. И я не предполагаю, что у нас будет как-то намазано сильным мёдом. Я думаю, что совсем наоборот. То есть при этом... Так бы хотелось услышать какие-то противоположные прогнозы, ободряющие. Объясни мне, пожалуйста, зачем нам противоположные прогнозы? Ну, потому что мы по природе привыкли надеяться на лучшее. Может быть, натянуть розовые очки действительно. Ну, такой кинематограф, все друг друга любят. Спецэффекты. Да, да. Солнце на закате. Да, да. Вот все это мило, так славно, чудесно. То есть, ну, это вопрос неминуемого очищения, неминуемого... Вот эпидемия, она... Кто-то сегодня сказал, не помню, что эпидемия — это аналог Третьей мировой, только в экономическом плане, да? В этом... Очень хорошее сравнение, да. В этом что-то есть. Враг же, он может быть не обязательно какой-то в виде вражеской армии, да? Ну, самое главное, чтобы начали бороться и начался переделать сферу влияния. Он начнется рано или поздно, уже начался, фактически. Но, возвращаясь вот к нашей ситуации, к нашим баранам, то есть, в Кировской области совершенно ясно, что... Ну, мы не Москва, где комендантский час, да? Ну, фактически уже введено. Хотя они до сих пор не вводят. Про комендантский час я... Ну, не комендантский час. Именно такую формулировку я не слышал. Ну, пропускал вот это вот все. С 15 апреля, да. Это немецко-фашистский вариант, когда у тебя аусвайс, и все это пошло, да? Да, поосторожней с такими заявлениями. Москва переживала, и не раз приходы неприятелей, да. Французы жигали. Она переживала дважды завоевание неприятелями. Это точно, в отличие от Петербурга, кстати. А, это факт. Отойдя от скользкой темы про завоевание Москвы иноземцами, да? У нас комендантского часа с пропусками пока не предвидится. Я надеюсь очень, что его не будет в Кирове. Ну, это надо иметь в виду, наверное, да, в качестве. Я не понимаю, что здесь до такой степени надо упорядочивать, да? У нас нет такого количества заболевших, нет такого вспышки, на самом деле, эпидемической. Раз. Это вот чисто рациональное соображение. Второе, извините, ребята, а что будут делать люди? У нас так количество работающих продавцами, таксистами, в салонах красоты, подработка, подсобка. Ну, все это огромное количество людей. И что прикажет эти люди делать? У нас банки что, дают отсрочки или выплаты толком? Не дают. Не дают. Мне мой банк, в котором у меня ипотека, он вот буквально на днях мне прислал СМС-ку. Пора. Владимир Игоревич, пора, нас не волнует. Не волнует. Несите свою денежки. Где банки, денежки, банки. Да, мы ждем вашего очередного путина. Что у нас, сказал Владимир Ильич Путин, здорово, это тухоподъемно. Пуповцы, печенеги, всем отсрочку, денег всем дадут, там все хорошо. Вопрос, конечно, сколько, допустим, получат врачи на самом деле. Очень интересно, потому что до 80 тысяч, вот был разговор час назад, до 80 тысяч это доплата, да? Да, там, но доплата кому? Главврачу, который и так ходит под опасностью, статьи из-за любого. Я соглашусь, я тоже не понимаю, да, я отчего, какие критерии там будут, да? Непонятно. В зависимости от того, сколько человек ты вылечил, да, сколько благополучно. Ведь вопрос всегда в любой начальственной инструкции, вопрос, насколько она проработана, насколько она пригодна к выполнению. Насколько применима, да. Да, потому что заявить, двигайтесь туда, меня не волнует, как вы это сделаете, но это не подход, это не управление. Это просто лозунг такой, да? То есть, а Вадим Владимирович у нас такой лозунг, типа, вот, всем отменить за эти самые ипотеки. Насколько я знаю из сообщений всех своих знакомых, ничего банки не отменяли. То есть, для того, чтобы доказать, что ты от коронавируса пострадал, тебе надо справки, 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 и еще не факт, что ты их найдешь. О том, что ты потерял работу, лишился там какого-то заработка и так далее. То есть, пока ты получишь эту справку, кончится эпидемия, да? Да, вот так где-то. Да, процесс небыстрый, и, безусловно, у людей диссонанс возникает с экранов. Нет, люди абсолютно офигевают от того, что, во-первых, у них нет денег, они потеряли работу. Там первую буквально неделю, когда ввели все это, так называемую самоизоляцию, в больших кавычках, за которую государство не собирается платить, хотя это карантин, по сути. Карантин не сказано, и за это слово мы платить не будем. Все, эта позиция понятна, наше государство нас любит, мы верим в это. С удвоенной силой, я бы сказал. Но проблематика следующая. У людей первую неделю у них были деньги, люди скупали в магазинах, алкомаркеты демонстрировали потрясающую выручку, потому что, кроме как пить дома, занятий больших не нашлось. Потом внезапно торговля просела, алкомаркеты просели, люксовые машины, которые покупали люди лихорадочно, потому что надо было истратить деньги. Вадим Вадим же ввел там хитрые налоги, да, там 13% на доходы, смыше миллиона. Надо было покупать квартиры, машины, вкладывать деньги, которые лишь сейчас отберут, лишь они обесцениваются. Ну, это закономерное такое поведение, в любой непонятной ситуации снимай деньги. Да, 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 это было на моей памяти уже не один, не два, не три раза. Все. Сейчас деньги кончились, магазины просели, я точно знаю, что просели, я знаю от владельцев торговых сетей. То есть торговля идет не в минус, но она падает по выручке. Раз. То есть алкомаркеты притормозились, никаких продаж квартир больше нет, никаких автосалонных очереди тоже нет, все. То есть сбережения, это много раз говорили на протяжении последних лет, сбережения у народа нет. Их очень мало, да. То есть там не хватает ни на разумные инвестирования, даже про инвестирование говорить смешно. Нет, тут, кстати, можно поспорить, потому что банки-то периодически отслеживают, вернее, отчитываются о том, сколько накоплений у россиян лежит на счетах, просто лежит мертвым грузом. Они не работают, они не под проценты там. Ты имеешь в виду вклады в банки? Да, банковские вклады. Банковские вклады, но... Какие-то огромные суммы. Ну, огромные суммы в Кировской области, я боюсь соврать. И в Кировской области, по-моему, я читал что-то из последнего, там тоже приличные. Там хорошие деньги, да. Да, хорошие. Там порядка 100 лярдов лежит, да. Но, во-первых, надо понимать, чьи это вклады. То есть это распределение этих вкладов по социальным классам, оно, поверь мне, совершенно разное. То есть у рядовых людей размер вкладов, вау, он истощится мгновенно совершенно. 5-6 месяцев без работы, 5-6 месяцев мы получим те же 90. Такая скромненькая подушка безопасности. Да, ее нет, ну, большинства ее нет. Мы получим те же 90. Мы получим это, во-первых, в социальном разрезе у людей. И, честно говоря, вот чем сильнее до меня доходят просто вот эти людские, как бы, возгласы на тему того, что происходит и как жить, тем мне становится чуть-чуть тревожнее. То есть у меня, слава богу, нормальная работа, нормальный завод, нормальные условия. Я доволен. Вот, честно говоря, местным работой я доволен. От меня это вообще трудно услышать, потому что обычно я всем не доволен. Но мы как-то еще с приставкой «пока» говорим в последнее время. Пока у меня нормальная работа. Пока вроде бы я знаю, что завтра будет, и у меня хватит денег, потому что продуктов для семьи купить. Ну, надо трезво смотреть на жизнь, то и все может случиться. Но ничего не бывает более постоянного, чем временное. Да, совершенно правильно. Так вот, понимаешь, чем больше этих возгласов, вопрос, во-первых, у людей не будет денег, и во-вторых, самое главное, откуда возьмет деньги бюджет. Вот потому что сейчас вопросы расходов на тех же врачей, на тех же безработных, на все остальное. Причем социальная нагрузка будет возрастать. То есть все траты, которые потребуются на социальную сферу, они увеличатся гарантированно. Это бабушке не ходи, гадалке не ходи, точнее. Это ясно. Откуда будет брать деньги бюджет? Вопрос. Давай мы об этом поговорим уже после небольшого перерыва. Хорошо. Да, да. Владимир Мамотов, пресс-секретарь компании «Вятич». Буквально минуту, и мы продолжим. Заговорили мы тут, я поделюсь со слушателями о продуктовых наборах, о чем нас известило региональное правительство. Мол, особо нуждающиеся семьи и те, кто потерял работу, в том числе, получит продуктовые наборы, и там такая скромная приписочка, за счет бизнеса это будет делаться. Ну ничего себе, подумал я. Бизнес, добровольно, когда ему плохо, решил помочь с продуктовыми наборами. Ну, во-первых, надо очень хорошо понимать, что есть бизнес, которому плохо уже, а есть бизнес, которому хрен станет плохо. То есть, например, нам станет плохо... У меня только одно слово, олигархический какой-то бизнес. Да при чем здесь олигархический? У нас, понимаешь, бизнес нормальный, то есть, выстроенный правильно. То есть, у которого не просто запас прочности, да, а мы умеем работать в совершенно разных условиях. И да, это очередное тестное выживание, но это, я считаю, прекрасно. Вот мы кормим врачей, мы везем эту воду, мы делаем антисептик, будем делать хоть что угодно практически, да, но мы все равно будем двигаться вперед. Вот возвращаясь к бюджету, тут вопрос... Да, давай о бюджете, вы наполняете о региональном бюджете, да. Мы хотя и говорили об этом, но закрепить предлагаем. Я предлагаю говорить это каждый раз, потому что карфаген должен быть разрушен. Это 100%. Если это... И когда-нибудь обязательно в результате вот этого повторения у людей в башке замкнет. Значит, с каждой бутылки пива, которая у тебя продается привозного в регионе, улетает 10 рублей. То есть, 10 рублей не получает регион. С каждой бутылки вятича, полулитровки, да, мы платим 10 рублей акциза. То есть, грубо говоря, эти деньги остаются в регионе. С каждого литра вятича в регионе остается 21 рубль. То есть, это сосалка, это дороги, это пособия, это малоимущие, это врачи, это все, 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 все. В 10 тысяч раз, мы уже говорили на эту тему, отклика у нас нет ни от красного и белого, ни толком от правительства, ни известно. То есть, непонятная ситуация, когда правительство, в интересах которого это, они, ну, вот в рамках тех мер, которые мы принимаем по поводу коронавируса, там, как Москва, мы тоже вот это, и где-то что-то еще, продуктовые наборы у бизнеса возьмем, да, и вот тоже распространим их. Или там, тоже еще под эгидой к чьей-нибудь тоже, у кого-нибудь что-нибудь возьмем, вот свои эгиды мы распространим, да, это наше правительство может. А, ребят, а вы займитесь-ка делом, вам деньги, бюджет нужны? Нет, дело в том, что инерция бюрократическая огромна, да, то есть, ребята... Раскачать, да, очень сложно. Ребята по-прежнему ждут, что съездим в Москву, поклонимся царю-батюшке, то даст он нашей вятке многострадальной денежку. Так ведь даст. Не даст. Не даст. Не даст, конечно. То есть, он даст намного меньше, чем они рассчитывают. Это 100%. Это, опять же, не ходи к гадалке. То есть, это мы увидим осенью, когда эффект вот этого падения цен, этого экономического шока, ну, там я уверен, что... Не, не падение цен. Падение доходов, прибыли, пособия. Цены-то растут еще тут. Да, это я оговорился, видимо, как ты хочешь там, розовые очки, но оговорка по фейсу. Социализм у меня сразу, падение цен, боже мой. Цены упали. Это при Сталине только цены снижали, в остальное время росли они. Причем не на все товары. И избирательные группы. Но, вернувшись к бюджету, смотри, вот красным и белым, красное и белое. Ну, вот хорошо у нас распоряжение о том, чтобы приехавшие из других регионов у нас две недели карантин, да? Ну, отлично. Вот у нас фуры, которые едут с красным и белым. Вот шоферы эти, видимо, должны пожить пару неделек на карантине в Киевской области. Прекрасно совершенно. А с товаром что делать? Ну, не знаю. Наверное, развернуть. На штрафстоянку? Наверное, развернуть у границ области. Пусть езжают, да? То есть, вариантов, на самом деле, поведения в этой ситуации. Причем, очень много. Ведь кто-то, я не помню, из москвичей, то ли Собянин, то ли еще кто-то обмылся, что да, вот это распоряжение, оно фактически, ну, такое, неправомерное. Оно неправильное, неприятное. Но оно в своей кризисе самое нужное. Это своевременная вещь. В смысле, кордоны, да? Да. Так пора принимать меры, которые своевременные и правильные. Ребят, поставьте нас красное и белое. Вот договоритесь с красным и белым, чтобы вечер там стоял. Вперед из песни. Это сразу сотни миллионов рублей в бюджет. Сотни миллионов. Это по итогу года, конечно. Но эти сотни миллионов, это деньги для людей, для тех, кто живет в Кировской области. Понятно, что мы преследуем. Это не надо, опять же, всем понятно, что мы преследуем свои интересы. Абсолютно понятно. Мы рождены, чтобы продавать продукцию, чтобы зарабатывать на ней. Потому что коммерческая фирма, которая не зарабатывает, это бред себе кобыла. То есть, ну, это коммунисты, коммунисты нам вдолбили, что это очень вредно. Это не вредно, это прекрасно. Прости, я отмечу, я хочу пояснить, почему Владимир напирает, напирает, да, именно на эту торговую сеть. Если вы не слышали наши предыдущие разговоры, то вот у компании нашей Вятич, если с другими торговыми сетями хоть как-то отношения вроде как сложились, да? Ну, более-менее, да. А вот именно с сетью, но никак. Ну, вот, причем тут сейчас нет времени выяснять, кто виноват в том, что эти отношения не установились, Вятич или Красное и Белое. Как так получилось? Что из этого следует? Вопрос простой. Как сделать это быстро? Сделать это быстро очень просто. Нужна просто политическая воля регионная. Ее как не было, так и нет. Мы ее не видим. Поставьте... В мировом опыте это называется протекционизм. Здоровый. Здоровый. Причем здоровый, мистичковый протекционизм. Протекционизм, на этом будет сейчас строиться все. Причем во всем мире, не только у нас. И вот чем быстрее это поймут, тем лучше будет, потому что мы окажемся хотя бы осведомленными о ситуации. То есть местный производитель во всем мире будет защищать свои права при помощи власти, которая будет делать это же. И я тебе ручаюсь совершенно, что власть, которая не будет защищать местных производителей, она уйдет. Каким-то способом, неважно каким, таким, сяким, кривым, но это будет уже не в тренде. То есть если власть хочет остаться в тренде, она будет работать на местных производителей, потому что это рабочие места, это социалка, это объединение общества, это местные интересы. Но вот та концепция local brand, о которой мы говорили много раз уже, это очень правильная ставка на местные. Мы этого будем придерживаться во что бы то ни стало. А с красным и белым, ну, как бы ребята в сером доме, которые за твоей спиной, ну, вы там подумайте, начните, по крайней мере, думать. Ну, я не говорю там, действительно начните думать, но попытайтесь. Попытайтесь не выполнять инструкции, там, перекладывание бумаги, слова в слова, там, все вот это, жонглирование смыслами, там, формуровками, а займитесь делом, начните зарабатывать деньги для региона. Потому что, вот, что я несколько лет назад, маленький автопик, несколько лет назад был на заседании, там, был вот ЭПП, еще кто-то, еще кто-то, люди в галстук, пиджаках, зря пригласили меня, потому что я приперемся там в кроссовках и в свитере, да? Обратил на себя внимание? Ну, я, нет, это, поверь мне, я не рассчитывал обратить на себя внимание, я, в общем, просто по просьбе кого-то пришел, я посидел, посидел, они произносили прекрасные речи, я их слушал, умные слова, там, экономическая концепция, развитие, там, сегментация, провангация, вот, все эти иностранные термины, их очень много, они их любят. Я слушал, 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 говорю, ребят, можно один и неинственный вопрос? Вы зарабатывать-то как собираетесь? Ответом не было, гробовая тишина, почему? Потому что они 40 минут говорили о том, как распределить бюджет, то есть деньги получил, и вопрос, как мы их рассуем по разным карманам, а заработать деньги, это вопрос не стоит, зачем? Вот то же самое, видимо, у нашего правительства, вот мы получили деньги, да, собрали, ну, налоговая инспекция, все дела, то есть у нас Мишусин сейчас возглавляет правительство, главный нам гавик, вот собрали бабки и распределили их, ребят, большого распределить деньги, да нет, тут требуются мозги, конечно, требуется сноровка, но это немножечко не то, что их заработать, вот может быть, пора применить как бы способности к зарабатыванию, а не распределению, возьмите, поставьте вятич в красное и белое, дайте нам 50% полок в том же магните, в той же пятерочке, договоритесь с сетями, у вас есть правый голос, у вас есть способы давления на эти сети, хватит, понимаешь, изображать там орлеанскую девственницу и страуса одновременно, то есть, понимаешь, когда и не будем это делать, потому что это вот это, а что о нас подумают, а как мы будем выглядеть, ребят, на дворе, в общем-то, кризис. Ты знаешь, мне кажется, иногда кажется, что власти просто-напросто самоустранились от этой ситуации, они мыслят какими-то другими категориями, они говорят, ну, смотрите, у нас же, вот как у них эта фраза-то, продовольственная безопасность, мы же вам создали эту продовольственную безопасность, мы вам разрешили открыть где-то и таких магазинов, и сяких магазинов, у народа есть выбор, вроде между ними есть конкуренция, ну, пусть производители сами разбираются, как это будет. То есть, мне кажется, вот как-то так. Как это я слышу от одного очень высокопоставленного, что голодает, не голодает. Я от одного очень высокопоставленного человека в тот момент, когда уголовное дело против Фячица началось, да, еще как раз год ему скоро будет, мы с нетерпением ждем окончания, это очень интересная будет картина, посмотрим. То есть, не помешают ли нам развозить обеды, завозить воду и делать антисептик? Может быть, что-нибудь придумают, не знаю. Мы с интересом будем смотреть и газеты «Коммерсант», сейчас как-то тревожно стало, и газеты «Коммерсант», и РБК, они с нетерпением ждут этих же известий, поверь мне. То есть, тут я скорее с предвкушением потираю руки на самом деле, то есть, меня это повеселит. Вот, но очень высокопоставленный человек на тот момент, он выдал мне следующую фразу, которая будет возможность, я обязательно ее припомню. Она цензурная? Да, она цензурная. Нормально? Мы отдельно, Виатич отдельно. О! Да, и я смотрел на этого человека, там шел довольно эмоциональный разговор, смотрел на этого человека и все время думал, что, а не кажется ли тебе, моего человека, что ты отдельно от населения Кировской области, которое кормится за счет этого завода? И население Кировской области отдельно от тебя, вот нет такой мысли. Но эта мысль, видимо, ему в голову не приходила в тот момент. Но, ребята там, в сером доме, опять же, то есть, может быть, имеет смысл, чтобы такие полезные мысли все-таки появились, да? Потому что видимость вот этой устойчивости и незыблемости я уже один раз видел, как развалялся Советский Союз. Я тоже. Нет. Я в Советском Союзе еще родился. это прекрасно. Но если бы я в 1982 году, в 1983 году, прошу прощения, сказал бы кому-нибудь, что русские танки через 10 лет в центре Москвы будут прямой наводкой стрелять по русскому парламенту, меня бы свезли в дурку. То есть представить того, что будет через 10 лет, не мог никто. Я тебе ручаюсь, что этот кризис точно такая же картина. Как именно он будет развиваться и какие сюрпризы там впереди, никто только мне знает. Но я абсолютно уверен, что от взаимодействия власти, бизнеса и общества, от их умения взаимодействия зависит все практически. Вот все зависит от умения сейчас, от умения взаимодействовать. Если, ребят, мы-то всей душой, понимаешь? Вот мы готовы на любые вещи совершенно, на любые усилия. И для населения, и мы понимаем ситуацию. Но с вашей стороны, товарищи, с вашей стороны должны быть тоже усилия. Где эти усилия? Вот на этой ноте вот этот вопрос, вот я бы еще раз его адресовал, потому что Карфаген должен быть разрушен. Мы должны оказаться в первую очередь в красном и белом. И в федеральных сетях мы должны взять 50%. Сколько раз можно говорить про Татарстан, про Пензу, про Нижний Новгород, где заранее уже год назад все эти вопросы утрясли? Или раньше даже? Да, неважно. Но самое главное, что где мы-то, почему мы-то не можем это сделать? Вот раньше еще как-то позволяла ситуация, но отмахиваться. Сейчас она не позволяет. Потому что что будет происходить через месяц, вот я это чувствую. В общем, по твоему мнению, другого максимум подходящего момента для принятия этих решений не будет. Так как мы, я имею в виду чиновников, ничего не умеем, кроме как распределять бюджет, окей, ребята, дайте возможность его наполнить. Потому что налоговым способом вы уже ничего не заберете никак. Вы как не изгаляетесь, как не пробуете, вы с этой курицей бессмертной, которая ощипывает, 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 вы с нее больше что не стрясете. Кончились перья на курицу. Надо, может быть, думать о том, как бы курица получше не свась или как бы побольше поголовья, да, вот как-то такими животноводческими терминами пора думать. И плодила себе подобно. Хозяйством надо заниматься, хозяйством, не переписками, не цифрами, не с вами, а хозяйством. Вот мы-то им занимаемся, ребята, вы как, будете или нет? Хороший вопрос. Минутка у нас остается, успеем сообщить еще, донести до слушателей новости о конкретных безалкогольных, подчеркиваю, продуктах в течение этой минуты. Или будем останавливаться на том, что те розовые очки, о которых мы сегодня неоднократно упоминали, вот их-то, наверное, надо и снять. Слушай, кое-кому. Понимаешь, есть огромная разница, то есть между розовыми очками и нормальными отношениями к жизни, да. То есть, с одной стороны надо принимать серьезные решения, взвешенные, и трезво относиться к действительности, да. С другой стороны, прекращать и получать от жизни удовольствие, понимаешь, прекращать заниматься жизнью, то есть любить, творить, ошибаться, чего-то придумывать нельзя. То есть даже во время Великой Отечественной войны, да, люди все равно находили на это время, да, в общем, писали музыку, снимали картины, они делали массу вещей, которые позволяют, на самом деле, человеку оставаться человеком и жить дальше. Вот мы так же, так же мы продолжаем выпускать безалкогольные летние 31 на подходе, мы думаем, что к маю мы выпустим наконец трехлитровую тару и вернем. И выпустили мы Шнейдера, премиальный русский имперский стаут, конечно же, безалкогольный, в деревянных коробочках, сумасшедшей ценой, там, за 900 рублей эта коробочка стоит. Все в восторге. Посмотрим, мы продали практически все 150 бутылок, да? То есть сейчас уже невозможно купить? там осталось в магазинах там по 5, по 7. Мы говорили, что сеть глобус занимается. Осталось всего ничего, ну, кто успеет, кто интересуется, еще успеет купить, но самое главное, люди в восторге. То есть, ну, не буду кривить душой, я сам в восторге, да? Будем надеяться, что мы выпустим в ближайшее время его на виде, который могут купить обычные средние люди. Вот нести радость благодаря своим вещам, да? Ну, это мы продолжаем делать усилия в этом направлении. То есть, с одной стороны, да, это вирус, да, это места, да, это борьба за бюджет в том числе, с другой стороны, это продукт. Об этом и многом другом мы, безусловно, поговорим с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании Ветич через неделю. До новых встреч, до свидания. Да, Володя, все удачи, радиослушатели. Крупный план. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!